Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение соборного послания Святаго Апостола Иоанна Богослова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющийся надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Такие первые три стиха предлагает нам для размышления Иоанн Богослов о великой любви Божьей. Он говорит о том, какую любовь дал нам Бог Отец. И далее начинает говорить о подобии, о том, к чему призван человек. Он так и говорит, что «узнаем Его потом, уже по воскресенье из мертвых, как Он есть». Что такое подобие? Мы помним, что Бог... И что значит быть подобным Христу? Мы помним, что Бог сотворил человека по образу и подобию. Образ по изречению отцов — это бессмертная душа. Это данность, и она неубиваема. Все, что бы мы ни делали, душу убить мы не можем. Она бессмертна, как некий подарок Богу, Богом данный человеку. Душа, она трехсоставна — ум, чувство и воля. И вот это, если хотите, выражаясь философским языком, субстанция, она неубиваема. Она будет вечна. А подобие — это то состояние, которое человек не достиг еще во всей полноте, во всей полноте пресотворений. Бог создал все весьма хорошо. И человек был достаточен во всей мире. Но у него была свобода и то, что мы сегодня называем и назвали бы духовный рост. И то, к чему был предназначен человек, содержится в одном святоотеческом определении. Это обожение, то есть быть подобным Богу. В этом и есть весь смысл христианской жизни. И в своем послании апостол Иоанн Богослов раскрывает всю эту мысль, насколько возможно, во всей полноте для нашего понимания и восприятия. Для того, чтобы уже по апостолу Павлу, который так и скажет в своем послании, со страхом и трепетом совершайте дело своего спасения. Итак, мы видим, что здесь он обращается, как уже старец, как он о себе и скажет в своем втором и третьем послании. Его будет обращение именно таково «я старец», «госпоже». Это действительно был в то время уже достаточно пожилой человек, которого можно было в полном смысле назвать старцем. Он пишет так, что мы теперь дети Божьи, но не открылось еще, что будем. То есть еще не во всей полноте раскрылось наше предназначение. Знаем их тогда, когда откроется, то увидим и его, как он есть. Что значит «увидим его, как он есть»? Когда достигнем этой высоты подобия, потому как подобное познается подобным. Достигнем высоты подобия Бога общения. Достигнем высоты подобия и уподобимся ему. Вот у нас в традиции православные люди, которые достигли этой высоты святости, мы их так и называем «преподобные». Почему они преподобные? Потому что они во всем уподобились Богу. Поэтому к ним и принадлежит это звание преподобное. Далее он пишет в третьем стихе «Всякий, имеющийся надежду на него, очищает себя, так как он чист». Вообще все послание апостола Иоанна Богослова, оно наполнено этими тремя добродетелями — верой, надеждой и любовью. Вера, о которой говорит апостол, она не постыжает. И о исповедании веры об этом еще и скажет Иоанн Богослов. Далее. И вот сквозь весь текст Священного Писания, как Евангелие, так, в общем-то, и послание проходит эти основные, это основная мысль — вера, надежда, любовь. То, что некогда апостол Павел, помните, в посланиях к Коринфянам, это первая Коринфянам, 13 глава, где он так и выразил этот тезис, если хотите так, что ли. Он говорит так, а посему, где он говорит, любовь не завидует, не превозносит, не ищет своего, не радуется, не правдится, радует истине, все покрывается, ему верит, на все надеется. И далее он заключает эту главу и говорит так, а посему, и знанию потом, он говорит, упразднится, и посему, говорит, остаются все и три. Что же? Вера, надежда, любовь. И добавляет, но любовь из них выше. И как бы апостол Леон Богослов, он подхватывает эту мысль, и любовь из них выше. В этом есть и красота, и соборность церкви, и единомыслие. И дальше эту тему, он ее возвышает, потому как дальше и скажет, что Бог есть любовь. Об этом мы с вами еще поговорим и дойдем до этого текста. Всякий делающий грех, 4 стих, всякий делающий грех, грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился, то есть Христос, для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Мы видим здесь, евангелист Иоанн Богослов говорит о том, как познаются дети Божии и как познаются дети дьявола. Те, кто с Богом, тот созидает с Богом. А те, кто с дьяволом впадает в грех, тот и созидает, а лучше сказать, разрушает с дьяволом. Потому что природа дьявола — это разрушать. Он есть противник, сатана, как и переводится, противник воли Божией и противник его закону. Многие скажут, ну как же мы ранее читали в первой главе, сказано, кто говорит, что без греха, тот и лжец, и нет в нем правды. Но кровь Иисуса Христа, как сказано, очищает его от всякого греха. Речь идет о другом. Речь идет не о том, что человек не имеет в самом себе природы греха. Того самого, которому апостол Павел в послании к римлянам 5 главы 12 стихе скажет так, что как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеков. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, кто делает. То есть по природе в каждом человеке есть эта удобопреклонность к греху. Но заметьте, как пишет Иоанн Богозлов, он говорит, кто делает грех. То есть каждый имеет, но у каждого есть воля и его свобода. Делать этот грех или не делать? И апостол Павел, мы помним, другой, может быть, кто-то найдет противоречие, говорит, то, что хочу, делаю, а то, что не хочу, делаю, а что не хочу, не делаю, потому что во мне действительно есть этот закон греха. Но тем не менее, как об этом сказано и у отцов церкви, и в Священном Писании, все же человек имеет эту свободу. И нельзя сказать иногда, так приходит, говорит человек, «Ой, там бес попутал и ничего не мог сделать». Нет. Все средства для этого есть в церкви. Поэтому нужно внимательно рассмотреть путь своей духовной жизни. Может, где-то я посчитал, что вот этот мелкий грех, он незначительный и его недоисповедовал. Может быть, я редко приступаю к Святым Христовым тайнам, где мы слышим эти слова в оставлении грехов и в жизнь вечную. Может быть, я небрежно исполняю свое молитвенное правило, поэтому я впал в согрешение и преступление. Может быть, я невнимательно читаю Священное Писание или совсем им пренебрегаю. Между прочим, чтением Священного Писания. Между прочим, отцы церкви и преподобный Иоанн Кассиан, сейчас я постараюсь найти эту цитату, и другие отцы, они говорят о том, что такое семя, о котором здесь в дальнейшем скажет Иоанн Богослов, что семя, пребывающее в человеке, оно способно противостоять козням дьявола. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст тот же пишет, «Так как дьявол прежде всех обратился к греху, то всякий действующий греховно совершает его дело». Видите, «действующий» именно говорится о действии греха. В грешнике он производит множество худых мыслей, как в Иуде. Но скажем, скажет кто-либо, что дьявол рождается в грешниках, когда тот, кто согрешил, дает ему место. Относительно этого нужно заметить, что во выражении «давать место дьяволу, делать грех, делать грех тоже значит, что грешить». Конец цитаты. То есть, святитель Иоанн Златоуст здесь говорит следующее, что тот, кто дает место дьяволу сначала внутри себя, помыслу, никак ему не сопротивляется ни молитвой, ни постом, ни чтением священного писания, таинствами, все средства, которые у нас есть в церкви, тот дает место дьяволу внутри себя. И тогда, как только это гнездо он совьет, то уже тогда будет все по его воле. Потому как, по чьей воле человек дает возможность своим мыслям, в своем направлении своей мысли, своим чувствам, та воля может и выскочить потом в его делах. А вот уже когда будет дело, там уже будет и преступление. Поэтому так и пишется, святитель Иоанн Златоуст. Относительно этого нужно заметить, что выражение «давать место дьяволу», «делать грех тоже» значит, что грешить. Тут же Блаженный Августин пишет, «Ведь с рождением, которое от Бога, связано возрастание и совершенствование любви, а не та похоть, которую должно истреблять и умерщвлять, и которая, однако, до тех пор, пока сохраняется в нашем теле, неким собственным законам, противится закону ума. Но рожденный от Бога, не подчиняющийся рожденным ею желаниям, не делающий свое тело орудием беззакония для греха, может сказать, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Конец цитаты. Итак, мы читаем далее. Дети Божьи и дети дьявола, как уже было прочитано, познаются так. Всякие делающие правды, всякие не делающие правды не есть от Бога. И одиннадцатый стих. «Ибо таково благоествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». И еще один есть признак, которому постепенно сейчас подходит Иоанн Богослов и раскрывает его. Это любовь к Богу, которая познается через любовь к ближнему. Итак, «Ибо таково, как далее пишет, не так, как Каин дает предостережение, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны». Вот это да. То есть Каин убивает брата своего, потому что он позавидовал просто, что у него много добрых дел. Вот к чему нам надо быть готовыми. А что бывает у нас часто? У нас бывает по-другому. Когда мы сделаем от кого-то добро, кому-то сделаем добро, мы ждем от него сразу какой-то похвалы или почестей. Но мы видим, что делая добро, мы вызываем ненависть, в общем-то, у людей и можем вызвать зависть. Даже как здесь у Каин, который был родным братом Авеля. Поэтому нам быть надо готовым именно к этому. Когда делаем добро, скажем, слава Богу, что камнями не побили, а не ждать какого-то ответного восхваления или поклонения, или благодарения нам. Если мы хотим ждать благодарности, будем ждать эти благодарности от Бога. Почему я об этом говорю? Потому что часто люди впадают в уныние, и можно услышать от людей следующие разговоры. Я к нему всей душою, а он ко мне всем известным местом. То есть люди как-то всегда ждут, что их обязательно должны благодарить за их добрые дела. Вспомним историю с Каином и Авелем. Итак, не дивитесь, братья мои, пишет Иоанн Богослов. Если мир ненавидит вас, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Видите? То есть признак того, что мы перешли из смерти в жизнь, если в нас есть любовь к брату. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизнь вечной, в нем пребывающей. Вот когда читаешь Евангелие, послание, заметьте, сразу отрезвляет это наше такое православно-религиозное сознание. У нас по большей степени такое, в общем, в некой мере языческое. Ты мне, я тебе. И когда читаешь эти строки, то сразу понимаешь, что, в общем-то, всматриваясь внутрь себя, много ли там любви по отношению к брату. А далее Иоанн Богослов продолжает эту мысль и пишет так. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своей за братьев. Вот в чем признак любви. Не просто так. Очень легко любить на словах. И говорить, ой, я люблю весь мир. Ты попробуй любить того, с кем ты каждый раз встречаешься, там, например, где-то на работе или в общественном транспорте. Потому что Христос нам не сказал о том, что он еще и возвысит эту заповедь, и Иоанн Богослов об этом скажет. Если здесь Иоанн Богослов говорит о том, что люби брата своего, это, в общем-то, начало любви, то Христос скажет больше любить врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, ненавидящих вас и проклинающих. Всегда хочется обратиться, когда чрезмерно некоторые правозащитники православные начинают защищать церковь. Ну, конечно, надо защищать, но надо и проявлять к этим людям. Защищать это в каких-то беззаконах, может, юридических неправильных отношений. Но к этим людям питать любовь. Такова заповедь Божия. Если мы приступим, мы будем ходить во тьме, как говорит Иоанн Богослов. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать. А кто имеет достаток в мире, но видит брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Видите? Сначала говорит здесь, как я уже сказал, Христос говорит о более высокой любви. Вот, по-моему, это есть у блаженного Августина. Он так и пишет, что сначала, ну, как бы говорит, поупражняйся на любви к братьям, а потом достигнешь и того, возможно, что Христос говорил о любви к врагам. И он приводит такое сравнение, как огонь. Он сначала начинает гореть, и что рядом, а потом уже распространяется и дальше. Такое образное выражение. Далее пишет, дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиной. Вот так. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца ваши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает вас, то мы имеем дерзновение к Богу». То есть, как проверить, делаем мы что-то правильно или нет? Конечно же, заповедью Божией, конечно же, Евангелием, но еще есть и то, что Бог нам дал при сотворении, как естественный закон. Это та искра Божия по учению Авдорофея, помните? Он так и говорит, что Бог вложил в человека естественный закон, совесть, которая часто подсказывает человеку. Но человек бывает настолько упрямым, что он, как об этом пишут и другие апостолы, люди с прожженной совестью, то есть, противящиеся голосу Божию. И далее 22 стих. «И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодно перед ним». Заметьте, какой важный 22 стих. Он отвечает на тот вопрос, когда люди часто спрашивают, почему мы просим, а не получаем. А на это на самом деле и в Ветхом Завете пророк Исаия и в Новом Завете есть хороший ответ, потому что просите для похотеля и вожделения ваших. Поэтому Бог этого и не дает. Почему? Потому что Бог видит, что это вредно для человека. Скажите, конфеты, например, или мед, это хорошее еда, лакомство? Конечно. Подходит ребенок, у которого диатез, и говорит, мама, дай конфету, папа, дай мне меду. Мама и папа не дают. Ребенок неудомевает, недоумевает, это же сладкий продукт. Родители его не любят точно, раз не дают ему такие сладости. Но родители знают, что если они ему это дадут, то он бедный всю ночь спать не будет, будет чесаться от этого диатеза, будет там и осложнение после. Так и Бог. Он знает, что кажется человеку приятным и сладким, что он просит. Для него это, ему это будет вред. Ему это будет во вред, потому что Бог, он вездесущий, всезнающий, всемогущий. Поэтому так и пишет. Апостол Иоанн Богослов. И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его. То есть, получим только то, что по заповеди его, а заповеди его есть любовь по отношению к нам. И заповедью мы проверяем. Если мы соблюдаем заповедь, то мы проверяем, любим Бога или нет. Очень легко проверить. Вот можно вечером просто так подумать, так, что я сделал сегодня утром. Встал утром, себе заварил чай, все себе, 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 себе и себе. Ну, может быть, что-то там сказал, может быть, мусор вынести, да, и то с неохотой, может быть, подумал, ну, кто-нибудь другой может вынести, там все равно это пойдет. То есть, что я сделал для другого? Помните, поиск святогорца, чем отличается рай от ада? Помните ведь? Большая чашка, да, когда он объяснял, вокруг сидят люди, черпают этой чашкой, из этой чашки у них длинные ложки, полтора метровые. Вот он говорит, вот это, вот как он говорил, вот это вот рай. Вот это ад. Люди сидят, да, чашка большая посредине, они начинают есть, полтора метровые ложки, не могут никак себе, ну, неудобно, все-таки куда-то летит мимо, все обляпанные, все раздраженные, друг на друга ругаются, ложками этим по лбу друг другу бьют, потому что достают, а себе врут никак. И вот, говорит, другая картина, вот рай, тоже чашка, тоже у всех такие же длинные ложки, но все спокойные, довольные, радостные, почему? Так они друг друга кормят, все друг друга хорошо достают. Вот в этом отличие рай и ада, на самом деле. Служение, служение по заповеди, ближнему своему. И этому нужно тренироваться, если хотите упражняться, это то, что называют словом аскетизм, уже в этой жизни. Не себе только в рот, по-быстрому, там, утром кофе, чаю всем, а послужи ближнему. И ближний будет служить, и тогда будет полный порядок, и никакого не будет, и все все будут успевать. Попробуйте. Некоторые говорят, я вот начал, а она мне, а он мне. А невзирать на это просто. Невзирать на это, несмотря ни на что. Будут тебе делать в ответ точно так же, несмотря ни на что. Просто делать. По заповеди Божией. Это и есть любовь к Богу. Это и есть любовь, это и есть проявление любви к Богу, через проявление любви к ближнему. Все просто на самом деле. Вот просто, да нельзя. Просто нужно уметь и заставить себя. А заповедь его, так и пишет 23 стих, заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и смотрите, опять подчеркивает везде одну и ту же мысль, и любили друг друга, как он заповедал нам. И 24 стихом завершает. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. То есть, человек, который, что значит сохраняет заповедь его в себе? Это значит проверять все свои действия, все свои мысли, а соответствуют ли они заповедь Божия? Если не соответствуют, снова повторю, и уже повторять, в общем-то, не буду, сказал об этом ранее. В церкви есть все условия, только нужно ими пользоваться. Это и исповедь, это и причастие, это и молитва, это и пост, это и чтение Священного Писания, это и упражнять себя в добродетелях, о которых здесь пишет Иоанн Богослов. Все просто. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok